Распространение коронавируса в Казахстане негативно сказалось на экономической сфере страны. ВВП упал на более чем за 2%. В связи с этим правительство решило более комплексно подойти к вопросу по возврату офшорных активов крупных предприятий. За последних 15 лет из страны утекло около 167 миллиардов долларов, что сопоставимо с годовым ВВП Казахстана. На эту проблему обратил внимание и первый президент страны Нурсултан Назарбаев. В одном из своих выступлений он резко обратился к руководству компаний с просьбой вернуть деньги в страну, а также хранить их в отечественных банках. Елбас отметил, что эти средства должны повлиять на экономику Казахстана. Также он подчеркнул, что правительство создало все условия для честного ведения бизнеса, не для того, чтобы бизнесмены выводили казахстанские деньги за рубеж и посоветовал прекратить это. Такая реакция Назарбаева последовала после того, как стало известно о возросшем количестве казахстанских бизнесменов в списке по офшорным компаниям. В эти списки, впрочем, не попал младший брат Елбасы – Балат Назарбаев. Он владеет инвестиционной компанией «Инвест» в аграрном секторе. Из открытых источников известно, что Балат Назарбаев платит налоги и хранит средства в отечественных банках. Свой родной поселок Шамалган в Алматинской области он предпочитает зарубежной недвижимости. Часть капитала идет на благотворительность. Вопрос утечки финансов очень серьезно влияет на развитие экономики в целом. Для того, чтобы вернуть капитал в страну, придется приложить немало усилий и времени. С удобными условиями для ведения бизнеса не согласился Тимур Кулебаев, председатель Национальной палаты предпринимателей. По его словам, он пытался посчитать законы и правовые акты, по которым должен работать бизнес в стране. Цифра ошеломляет. Кулебаев заявил о 30 тысячах разных законов и правовых актов. Он задается вопросом – а как работать бизнесу, особенно малому? Поэтому он вместе с коллегами обратился к правительству Казахстана и предложил новую регуляторную политику, которая будет основываться на опыте успешных стран. В частности, будут устранены повторяющиеся требования, не связанные с бизнесом, а все оставшиеся и новые требования будут объединены в единую бухгалтерскую систему и переведены в цифровую форму. Этот реестр станет единой правовой базой для ведения бизнеса, сказал глава президиума Национальной палаты. Такая работа не разовая. Мы хотим создать постоянно действующий регулирующий механизм, подчеркнул Тимур Кулебаев.